Бортовая сеть автомобиля близкого к юнибусу транспортного средства увеличилась на 10 килограмм. По килограмму в год электрические связи постепенно вытесняют механические. Общая длина проводов растет, оставляя все меньше неэлектрифицированных уголков. У некоторых автомобилей суммарная масса электрики уже перевалила за 50 килограмм. Работа нашего конструкторского бюро заключается в трассировке системных коммуникаций, разработке сборочных частежей, жгутов, проводов, шлангов, трупов, для того, чтобы в транспортном средстве все функционировало правильно. Как в нашем организме. Есть лимфатическая, нервная, кровеносная система. К 2025 году, если ничего не предпринимать, бортовая сеть автомобилей потяжелеет еще на десяток килограмм. Ведь на электронику возлагают все больше функций, чтобы уровень комфорта и безопасности продолжал расти. Тот же двигатель внутреннего сгорания уже трудно представить без множества проводов, которыми соединяются всевозможные датчики. Например, первые летательные аппараты братья Фрайт не имели проводов. Аэробус А-380 имеет 100 тысяч проводов общей протяженностью более 530 километров. Но из-за ошибки расчета длин проводов произошла задержка поставки заказчикам авиалайнеров на два года. Работа нашего КБ заключается в том, чтобы исключить эти ошибки. При проектировании Юнибусов перед нами стоит еще более сложная задача, нежели перед инженерами фирмы Аэрбас. В наших транспортных средствах используются не только провода в общепринятом понимании. Например, провод светильника у вас дома. Ну и силовые кабели, по которым протекают большие токи. Интерфейсные провода, с помощью которых происходит питание между элементами системы управления. И низковольтные провода, которые предназначены для питания элементов бортовой системы. Кроме проводов, в Юнибусах используются всевозможные шланги, трубки. В зависимости от давления подбираются специальные гидравлические рукава. Я занимаюсь разработкой системы замедления Юнибуса. Мы используем различные тормозные системы. Это электродинамическое замедление, дисковые тормоза, эродинамическое торможение. Все данные системы позволяют нам сократить тормозный путь до тысячи метров, что существенно ниже тормозного пути железнодородного транспорта, который составляет несколько километров. Все эти типы проводов, шлангов и трубок нужно развести так, чтобы они не оказывали помех на каналы связи, как самого Юнибуса, так и инфраструктуры транспортной системы Skyway и города в целом. При этом соблюдая все ГОСТы, требования электро- и пожарной безопасности, и само собой, не выходя за пределы транспортного средства. Добрый вечер, дорогие друзья! Как видно, как слышно? Так, добрый вечер у кого-то. Уже многих знаю. Донецка наши друзья. Отлично. Звук есть, все в порядке, да? Ну, друзья, начинаем очередной вечер работы. То есть мы с Алексеем сегодня уже в 13 часов провели вебинар для Сибири и Дальнего Востока. Мы его специально таким образом и позиционируем, чтобы те, у кого сейчас уже глубокая ночь, соответственно, были в нашей работе, вот, и чтобы мы как можно максимальное количество людей охватывали по нашей программе, по доведению информации, чтобы людям, кому это интересно, кто участвует в проекте, и углубить свои и знания, и понимание проекта, чтобы у них была такая постоянная возможность. Тем более, что сейчас происходит очень много таких важных этапов, важных моментов в работе проекта в целом, компании, реструктуризации юридической части, переоформления обязательств, которые были оформлены через различные компании, через различные фонды, вот, тоже сейчас вы все это в курсе, и, соответственно, все являетесь свидетелями и участниками этого процесса. Вот, поэтому очень много сейчас задают вопросов по поводу реструктуризации, коэффициентов, еще, то есть на эту тему идет и разъяснение самой компании юридической службы, и наши вебинары, поэтому единственная там просьба ко всем, что, друзья, если есть где-то технические сбои или есть какое-то недопонимание, то просьба не паниковать и не делать из этого какую-то проблему вселенского масштаба, а просто разобраться, посмотреть и, соответственно, дальше решить эту проблему. Так, у меня опять завис. Как показывает практика, через 30-35 секунд попадает звук, то есть уже, так, ну, сейчас пока звук есть, я тогда буду продолжать. Так, еще раз добрый вечер. Друзья, это начинается, но кто помнит вебинар, когда нас выкидывало через каждые 3 минуты, то я думаю, что это, друзья, так сказать, просто мелкие шалости или мелкие сбои нашего младшего брата интернета. Ничего там страшного нет, все-таки нагрузка на интернет серьезная, комната на 200 человек, и она все-таки иногда сбоит. Будем к ней относиться к этому нисходительно, естественно, повторяя каждый раз, что когда будет сеть следующего поколения, транснет, шестого технологического уклада, что она будет работать на порядок, или даже на порядки увереннее, на порядки надежнее, ну, и, соответственно, качество и уровень работы будет постоянно возрастать. Значит, друзья, вы, наверное, заметили, что мы сейчас взяли за практику, и это наша общая концепция, и всех фондов, и самокомпаний, что мы сейчас ставим вот эти вот репортажи, которые идут из конструкторского бюро, потому что это очень важная информация, это очень важное такая системное доведение вообще комплексной работы, чтобы четко возникало представление, что такое КБК, как она работает, какие они задачи решают. И тот, кто внимательно за этим следит, и кто смотрит в этом репортаже, то нельзя однозначно уже как бы сейчас утверждать, что работа не делается, или конструкторское бюро, это какая-то ширма для того, чтобы маскировать или изображать работу. Я могу сказать, друзья, что работа ведется очень большая, очень серьезная, и за полтора года проекта, который сейчас фактически выходит на новый уровень, можно однозначно констатировать, что цели и задачи, которые ставились вот на этот подготовительный и начальный этап, они реализованы, то есть в мае прошлого года, уже больше года назад, создано конструкторское бюро. Сейчас можно сказать, что оно решает все более и более сложные комплексные инженерные задачи, что оформление земли и строительство уже подготовлено и находится в стартовой ситуации, что все чертежи, которые необходимы для изготовления уже и путевой структуры, и движного состава, и испытательных стендов, которые будут исследовать поведение определенных узлов и агрегатов, все это делается, все это конструируется, все это изготавливается, и как раз в репортажах вы видите, и профессионализм конструкторов, которые сейчас работают, и задачи, которые перед ним ставятся, и самое главное, что уже частично показывают решения, которые есть. Хотя, друзья, вы все должны понимать, что ноу-хау в такого рода бизнесе это основная ценность, и естественно, что очень многие вопросы, они не могут быть продемонстрированы, показаны на начальной стадии, пока идет проектирование, пока еще не произведена демонстрация, и самое главное, защита интеллектуальной собственности. Поэтому для открытого доступа показывает только то, что мешает музыка. Если музыка, это значит, вы зашли уже с запуском, поэтому либо перезайти, либо немного подождать, все это сейчас пройдет. Это бывает такое, когда вы входите позже, то один из роликов, который грузится, он у вас сейчас идет, ничего страшного. Перезайдите просто в комнату, это секундное время, и никаких вопросов. Поэтому, друзья, сейчас в те этапы, которые завершаются, то есть завершается реструктуризация, то есть прошли акции, связанные с увеличением дистанции, это премия для тех, кто вошел на ранней стадии, и, соответственно, сегодня в виде компенсации получил акции от 2,9 до 3,5 раз. Это для тех, кто, соответственно, нашел в себе силы, нашел в себе, ну, скажем так, интуицию, мужество и так далее, чтобы в этот вечерный проект войти на самые ранние стадии. Сегодня однозначно уже можно утверждать, что с началом строительства венчурность будет резко сокращаться, то есть рискованность в месяц будет резко сокращаться, в связи с этим, естественно, будут резко сокращаться премии в виде дисконтов, которые были начислены на те акции, которые были изначально, ну, скажем, там, некоторое время назад. И я считаю, друзья, что это абсолютно справедливо, что так и должно быть, потому что риск, который был полтора года назад, полгода назад и даже сейчас, он не соизмерим с тем риском, который будет, там, через месяц, через два, тем более через три, через полгода. А через год, когда будет уже демонстрация основных узлов и основных принципов работы системы городской и для перевоза сыпучих грузов, то за счет тех заказчиков, тех инвесторов, которые готовы будут войти в этот проект, на наш взгляд и по нашим расчетам, что вход в корневую технологию для венчурного капитала, для тех, кто рассчитывает и на такие большие премии, исходя из рискованности, она будет закрыта, и, соответственно, для нас начнется другой этап работы, связанной уже с капитализацией тех инвестиций, тех активов, которые у нас есть, и, соответственно, вторая лойка, это адресные проекты, потому что Transnet и Transnet Group, вот что мы сейчас представляем и во что дальше трансформируется Skyway Invest Group, то есть Skyway Invest Group, это фонд привых инвестиций в группу компаний Skyway, он сегодня таким образом и работает, но дальше, по мере того, как технология приобретает уже свои такие законченные очертания, когда технология приобретает уже бизнес-расчеты, когда можно выходить уже на бизнес-планы и на предпроектные работы по конкретным уже проектам для капитализации интеллектуальной собственности и запуска конкретных проектов, мы сейчас приступаем к созданию сети адресных проектов. И 15-16 июня, мы это не раз уже показывали, это тоже для нас и для нашей группы, и для нашего фонда, и, скажем так, для нашего, ну, скажем так, бизнес-сообщества, директоров, которые сегодня внедряют и работают уже по запуску адресных проектов. Это огромная веха, потому что мы подошли к первым адресным проектам, подписали три конкретных проекта, это в Европе, в России, в Украине. Вот, каждый проект имеет свои цели и задачи, он на сегодняшний момент объединены только технологии, они еще не объединены пока единой логикой, не объединили единой сетью Transnet, это следующий шаг. То есть пока мы запускаем конкретные точечные адресные проекты, которые решают конкретные бизнес-задачи, но со временем они будут объединены в единую сеть, в единую сеть транспорта второго уровня, Transnet, который, конечно, будет выводить всю экономическую деятельность, всю экономическую составляющую на территориях на новый уровень. То есть мы не раз говорили, я сегодня об этом останавливаться не буду, про технологии шестого технологического уклада, про то время и ту систему, которая сейчас подошла и которую мы сейчас реализуем. Это все уже не раз проговаривалось, у нас на это будут еще темы и вебинары. Сегодня цель это того, чтобы у вас было четкое понимание, что адресные проекты – это новый этап. И мы много тоже обсуждаем сейчас среди директоров, появляются оппоненты уже той системы, которую мы сейчас делаем по адресным проектам, что это преждевременно, что пока не будет закончена демонстрация, нельзя начинать адресные проекты. Я лично с этим категорически не согласен и активно поддержал Андрея Хавратова, когда он вышел на подписание договоров и начал вводить адресные проекты как элемент венчурного финансирования для краудинвестинговой системы. Потому что очевидно, понятно, что адресные проекты не могут 100% финансироваться за счет венчурного капитала, то есть не может быть таких премий в виде дисконтов 200-300, а тем более 500 раз, как это сейчас делается. Хотя премии все равно будут очень приличны, это десятки и десятки тысяч процентов, если говорить о финансовом исчислении годовом. Но с точки зрения привлечения инвестиций и запуск проектов, то, естественно, они должны быть инвестиционными проектами. Но, друзья, мы ввели такую логику, что на первом этапе, когда только запускается адресный проект, мы сделали венчурную стадию, связанную с созданием предпроектной документации, с созданием бизнес-плана и, собственно, с формированием самой компании. И тот, кто на этом этапе будет ходить в адресные проекты, для них будут довольно-таки высокие венчурные премии, и это будут очень привлекательные такие бизнес для тех, кто хочет рискнуть на начальном стадии и получить очень серьезные доходы в будущем. То есть и на каждом адресном проекте будет такая небольшая стадия, когда можно будет еще участвовать в этих проектах именно с большими премиями, с большими коэффициентами, с измерениями 200, 300, 400 коэффициентами к вложенным инвестициям. Из чего мы это выходим? Это строгий финансо-экономический расчет, что сейчас стоимость предпроектных, а потом проектных работ, это в пределах 1-5%. Соответственно, мы, как инвестиционный фонд, инициирующий этот проект, закладываем участие в самом проекте на уровень потом 10%. Поэтому, если сейчас мы на венчурной стадии привлекаем деньги с краудинвестинговой рынке, то есть привлекаем инвесторов, которые сегодня могут небольшими инвестициями делать, а мы их аккумулируем и выполняем те задачи, которые сегодня стоят именно для запуска проекта, то в дальнейшем за счет той доли, которая будет у фонда и у Transnet Group, мы, соответственно, можем дать те премии, которые сегодня соизмеряемы с дисконтами в 100 или 1-2-100. Соответственно, это только небольшая стадия. Как только проект выходит уже на инвестиционную стадию, сюда приходят крупные инвесторы, естественно, что эти дисконты будут падать 1 к 10, 1 к 5, а реально потом мы очень рассчитываем, что это будет дальше уже входить по номиналу, потому что в дальнейшем капитализация будет только за счет того, что будет расти стоимость этих акций. Это как общая стратегия, и мы сейчас в этой стратегии идем. Я думаю, что с точки зрения направления пути, который мы выбрали, он абсолютно верный. И логика адресных проектов, которые мы сейчас запустили, это первый линейный город Санкт-Петербург-Владивосток, это крупный мегапроект на десятки и десятки миллиардов долларов. Мы вычленили в нем сейчас наиболее интересный, значимый момент, который будет наиболее показательный и наиболее сегодня востребованно и реализуемый. Это связать 2 миллиона мегаполиса на Урале, это Екатеринбург-Челябинск. Соответственно, мы сейчас разрабатываем всю предпроектную документацию и все, что связано с бизнес-планом, именно для этого проекта. И дальше, сейчас у нас будет серия уральских конференций, будет 25-го в Уфе, потом будет 1-го августа в Екатеринбурге, 2-го августа в Челябинске. И как раз мы там уже будем проводить работу с теми инвесторами и акционерами, которые готовы войти в этот проект. Следующая логика, которую мы сейчас неизменно закладываем в адресные проекты, и она будет как единый алгоритм, и мы постоянно будем к этому подводить всех наших партнеров в регионах и непосредственно в городах, это о том, что пока венчурный и пока проект не вышел на стадию хотя бы 10-20 тысяч участников в каждом конкретном регионе, то говорить о продвижении этого проекта куда-то на уровень экспертизы, на уровень административных местей или тем более крупных инвесторов, это преждевременно. Поэтому для любого проекта мы будем устанавливать обязательную планку, что для того, чтобы он двигался и был действительно готов к реализации, надо сначала набрать в этом городе, регион, то есть вот такую логику завели для Нижнего Новгорода, для Екатеринбурга, для Челябинска, для Санкт-Петербурга, что участие инвесторов именно народного финансирования в этом проекте должно быть не менее 10 тысяч человек. Поэтому сегодня у нас в общем на дневном ламинаре Алексей Суходович смотрел статистику, что у нас сегодня только в нашем Skyway Invest Group 67 тысяч, по-моему 162 человек, если бы не изменяет, это те, кто уже зарегистрировались и те, кто стали инвесторами именно сегодня в нашей группе. А всего в проекте, если взять непосредственно тех, кто напрямую работает с компанией или кто работает через два других инвестиционных фонда Skyway Capital, то в общей сфере 67 тысяч 162 человека. Соответственно, мы подводим, сегодня по статистике мы подошли к 100 тысячам человек, а наши планы и абсолютная уверенность, что мы это реализуем и сделаем, это чтобы к нашему октябрьскому форуму, в нашем Skyway Invest Group и Transnet Group, который запускает адресные проекты, было как минимум полмиллиона человек. И эту задачу мы считаем абсолютно реализуемой, то есть мы разрабатываем сейчас целый план мероприятий, которые активно сейчас запустят эту работу, и информация и проект обретет второе дыхание. Соответственно, вся подготовительная работа для этого сейчас закончена, мы запускаем уже мульти-личный кабинет, то есть который транс на этот групп, где будет инкомпортировано туда еще ряд, в том числе и личный кабинет Skyway Invest Group, и адресных проектов, и потребительского общества. Потребительское общество – это отдельный разговор, это отдельный инструмент, мы к нему подходим с очень, ну скажем такими серьезными проработками, это инструмент, который будет ложиться в новую экономическую эволюцию мира, мы тоже об этом не раз говорили, и это настолько глубинная и настолько серьезная сейчас, ну скажем так, работа, что ее даже внутри наших директоров не все сейчас в состоянии осознать важность этой работы, вот, потому что мы не раз говорили, что капитализация проектов и прибыльность, которая сегодня будет в Транснете, она настолько будет колоссальна и настолько серьезна, что будут формироваться опять новые финансовые центры, будут формироваться новые финансовые и инвестиционные корпорации, и наша задача, как мы сейчас видим, что абсолютно было бы справедливо, и так как мы этот проект запускаем с помощью краудинвестинга, то есть большого количества инвесторов и акционеров, чтобы прибыль от реализации этих проектов также распределялась между большим количеством людей, и чтобы этих количеств людей было не сотни, и даже не тысячи, а реально миллионы. Это, на наш взгляд, абсолютно правильный подход, и одна из основных таких постулатов новой экономической эволюции, это богатые пусть становятся еще более богатыми, но не должно быть бедных, бедные должны быть богатыми. То есть, соответственно, та концепция сегодня, вот этого дикого капитализма, когда огромные ресурсы сконцентрированы очень ограниченного количества людей и семей, вот то, что показал четвертый технологический уклад, пятый технологический уклад, это все эти нефтяные концерны, все эти крупные мегакорпорации, управляемые небольшой горсткой людей. Шестой технологический уклад требует того, чтобы экономическая система была более справедливой, чтобы она была более ориентирована на социальном, на большое количество людей. И вот как раз механизм потребительского общества, он позволяет нам эти вопросы сегодня. Поэтому мы параллельно с этим сделали потребительское общество Евразия, целью которой и является реализация линейного города Евразия, то есть Санкт-Петербург, Москва, извините, Санкт-Петербург, Владивосток, через территорию всей Евразии, и запуск конкретных адресных проектов, связанные с освоением сибирского холода, вовлечения в оборот энергетики, которая сегодня не может использоваться, потому что нет технологических возможностей. Это через конденсатор лед аккумулировать энергию в виде холода и, соответственно, дальше ее вовлекать уже в экономический оборот. Всего таких инструментов, соответственно, с запуском технологии это все становится доступным, и это все открывает новые возможности. Так же, как в свое время, запуск двигателя внутреннего сгорания позволил вовлекать месторождение нефти, делать новые обороты, создавать новые ВВП, и, соответственно, весь 20-й век прошел под этой эгидой двигателя внутреннего сгорания нефти и, соответственно, финансовой системы, которая все это обслуживает. Сейчас шестой уклад, он дает новые возможности, новые перспективы, и, соответственно, мы еще ставим перед собой задачу не только запустить и реализовать именно техническую составляющую, а чтобы экономический эффект и прибыль, которая при этом была создана, распределялась как можно между большим количеством людей. Это тоже очень серьезная задача, которая идет, она такая многоплановая, и, соответственно, мы сейчас параллельно с работой и запуском технологий сегодня еще и работаем над вот этой новой экономической эволюцией. Поэтому, друзья, это все сейчас активно развивается, активно делается. Из всех наших репортажей, которые идут по конструкторскому бюро, вы видите уже, что работа ведется серьезно и основательно, что никаких сомнений по поводу того, что в ближайшие недели-две начнутся полевые работы, и, соответственно, мы с вами будем шаг за шагом видеть воплощение уже все это в реальных железе и, соответственно, конструкциях. Я еще, мы с Алексеем введем новую такую рубрику, то есть мы покажем всю историю строительства и будем постоянно параллельно проводить всю историю строительства полигона в озерах, где я был и участникам, и свидетелям. И будем показывать, как начиналось от закладки первого камня, от строительства забора, от первого фундамента, от установки первых опор, потом натягивания первых струн, и, соответственно, будем все это проводить параллельно по мере того, как это будет реализовано уже сегодня на полигоне под Минском. Это почему важно? Потому что на первом этапе это будет отчасти повторять то, что уже было сделано, и в этом плане мы будем постоянно показывать, что никаких венчурной стадии в этой составляющей, в этой работе нет. То есть венчурность, она сейчас характеризуется совсем другими факторами и совсем другими условиями. То есть мы не раз уже говорили, вот в Литве произошли определенные события, то, что происходит событие на Украине, события, которые происходят с санкциями вокруг России. Вот это, друзья, то, что когда мы запускали проект полтора года назад, мы даже не могли предположить, в каких условиях и при каких внешних обстоятельствах придется работать. Так вот, вот это как раз, друзья, и есть венчурность. А по поводу конструирования, реализации технических решений и запуска, здесь как раз, друзья, я могу абсолютно точно сказать, что венчурная стадия здесь минимальна. И, соответственно, с технической точки зрения, то, что это будет сделано, построено и соответствует всем прежде декларируемым условиям, будет однозначно. Так, а вот все остальное, что будет сопутствовать, вот здесь вот, конечно, друзья, это довольно-таки сложный процесс, тем более, что если говорить об экономической ситуации, которая складывается внутри России и вокруг нее, вот можно сказать, что та конфронтация и, соответственно, те условия, которые начались полтора года назад, потому что мы тоже постоянно проводим эти параллели, что проект запущен, это ноябрь-декабрь 2013 года, это как раз начало всех событий на Майдане, потом мы первые вебинары начали вести в феврале 2014 года, это как раз уже активная фаза, потом переворот в Украине и, соответственно, сегодня можно констатировать, что мы подошли к положению и в экономике, и в политике вокруг Украины с тем, что вчера я смотрел интервью министра финансов Украины, вот, это дама американского, украинского, точнее, она украинского происхождения, но американка, соответственно, она четко, спокойно уже так говорила, что, друзья, вас дефолт не должен пугать, ничего страшного здесь не произойдет, ну, подумаешь, дефолт Украины, что в этом такого, мало ли кто проходил через дефолты, вот, и очень спокойно рассуждала на тему, что, вот, по-моему, когда полтора года назад произошел переворот, то декларировались, и у людей была надежда, что будет евроинтеграция, что Украина войдет в европейское экономическое сообщество, и, соответственно, ее жизнь и ее ситуация будет только улучшаться. Вот, на сегодняшний момент можно констатировать, что ничего подобного не происходит, что министр экономики, тоже такой чисто украинец с фамилией Абрамовичус, вот, соответственно, утверждает, что никаких предпосылок для того, чтобы экономика Украины в ближайшее время вышла из кризисного дефолтного состояния, на сегодняшний момент нет, и только внешние факторы могут, соответственно, влиять на развитие экономики, другими словами, то есть, насколько будет поддержка западного мира, американцев, Евросоюза, настолько Украина может рассчитывать на свое экономическое развитие, уже не говорить, экономическое существование. Это тот внешний фактор, который сегодня идет, но, друзья, мы тоже не раз об этом говорили, что поначалу это был фактор, который мы рассматривали как фактор, сдерживающий развитие проекта, нашего именно Skyway проекта, но по мере того, как в 2014 году подключился Андрей Хавратов с Академии частного инвестора, подключились инвесторы с Одессы, с Харькова, с Мариуполя, сейчас с Донецка, сейчас я уже, наверное, не могу сказать, какие регионы Украины сегодня участвуют, и я могу сказать, что украинские коллеги, украинские партнеры внесли очень существенный вклад в инвестиции, в развитие проекта, и я могу сказать, что даже в такой, казалось бы, очень сложный период прошлого года, как там сентябрь, октябрь, когда в Украине уже все эти кризисные моменты набирали очень серьезные обороты, у нас одно время инвестиции с Украины были даже на первом месте больше, чем инвестиции из России, хотя количество инвесторов с России все-таки больше, вот, Украина стоит на втором месте, но это как раз показывает о том, что, это говорит о том, что даже вот эти внешние факторы, а тем более, когда идут обесценивания вкладов, когда рушится система, когда непонятно ближайшее экономическое и финансовое будущее, соответственно, проект, который ориентирован на венчурность, ориентирован на такую среднесрочную, все-таки, 3-5-8 лет перспективы, он у здравомыслящих людей, у людей, которые заглядывают в будущее и хотят каким-то образом обеспечить и себе, и детям, и еще и сохранение инвестиций, это все-таки есть определенная, ну, гарантия, тут неправильно сказать, это неправильно, вообще подход к венчурному инвестированию, а это все-таки подход о том, что здравомыслящие люди рассматривают такого рода проекты как альтернативность обесценивания и альтернативность сгорания тех накоплений, которые сегодня определяют экономический кризис, определяют дефолт, определяют соответственно, банкротство, вот, и мы абсолютно сейчас уверены, что для многих людей, которые в свое время нашли в себе интерес или нашли в себе мотивацию для того, чтобы войти в этот проект, инвестировать в проект, я думаю, что те премии, которые сегодня мы обсуждаем, те премии, которые вы видите в венчуре сегодня в личном кабинете, соответственно, те дисконты, которые идут, они достойное вознаграждение и достойное премиальное обращение для тех, кто вошел в этот проект на ранней стадии. Нельзя не сказать, что в России сейчас и у нас в стране, при том, что прошел экономический форум, все надували щеки и утверждали, что у нас все очень хорошо. Здесь мне, как экономисту, как аналитику, конечно, вызывает несколько таких печальных улыбок, я могу сказать, потому что сегодня для того, чтобы Россия хоть как-то встала на путь какого-то устойчивого развития, развития ВВП, все факторы для этого сегодня, которые мы можем анализировать, они говорят об обратном. А с учетом жесткой конфронтации со всем другим внешним экономическим миром, за счет того, и тех противоречий, которые сегодня складываются внутри, сейчас можно констатировать, что мы стоим на пороге тоже действительно очень серьезных экономических изменений, которые будут. И исходя из того, что мы уже год об этом говорим и на вебинарах обсуждаем, что мы ждем каких-то вразумительных шагов от наших экономических властей, финансовых властей, пока мы даже приблизительно не можем сказать, что намечаются какие-то конкретные шаги для того, чтобы ситуация изменилась. То есть, как она идет по, скажем так, все усиливающей системе по скатыванию вниз, это все очевидно, потому что, если в начале Центробанка, Министерство экономики даже не рассматривало сценарий развития экономики при цене на нефть ниже 60 долларов, вот, она опускалась до 48, сегодня они уже пересчитывают бюджет, исходя из расчета 50 долларов. И я могу сказать, что те дыры и тот дефицит, который сейчас возникает, он абсолютно не покрывается соответственно той доходной частью, которой, если можно сказать, что нас ожидает как минимум стагнация, а более того, с теми внешними факторами, которые сегодня все более и более усиливаются, можно сказать, что ситуация в России, в российской экономике будет все более усложняться. Поэтому мы ждали от экономического форума, во всяком случае я, Петербургского экономического форума, что будут во всяком случае обозначены цели, ориентиры, каким образом собираются выходить из этой ситуации, каким образом будут обозначаться векторы, для того, чтобы хоть что-то просматривалось в развитии экономической системы, и для того, чтобы мы хоть что-то видели впереди, кроме полного краха, то, что сегодня происходит на Украине, но я могу сказать, друзья, кроме колоссального, как было показано, контракта продажи нефти на 25 лет, а после этого Миллер, это президент Газпорума, сказал, что мы еще и на 30 лет продали газ вперед, больше, кроме этого, никаких новых экономических шагов на сегодняшний момент не то, что пока не продекларировано, а пока даже не замечается. При этом я особо могу обратить внимание на слова президента нефтяной компании Роснефть Игоря Ивановича Сечина, который очень так уверенно и с таким оптимизмом говорил, что дно по цене на нефть достигнуто, и что цена в 65 долларов, которая сейчас держится на нефть, это минимум, и сегодня дальше будет только цены на нефть расти. Почему это у меня вызвало улыбку? Потому что в 2008 году это был последний форум экономический, на котором я лично принимал участие, как раз когда я делал доклад именно по сети Транснет, я могу сказать, что я участвовал в секции, которую вел президент Газпрома Миллер, так вот, он абсолютно с таким серьезным лицом утверждал, что к концу 2008 года нефть достигнет цены в 250 долларов, и что с энергетической точки зрения, у нас будет очень серьезный рост. Кто помнит 2008 год, то есть дефолт, потом экономический кризис, и цена на нефть 20 долларов, и соответственно, это мощнейший удар по российской экономике, и мне бы интересно было посмотреть на тех экспертов, которые Газпрому, Миллеру делали такие заключения, и соответственно, те утверждения, которые потом делались. Так вот, исходя из того прогноза, исходя из того, что мы сейчас видим, ситуация будет развиваться, наверное, по другому сценарию, чем сегодня предполагают те, скажем так, люди, которые опираются на ту аналитику, которую сегодня делают для крупных наших нефтяных компаний. Поэтому то, что мы с вами делаем, друзья, это, альтернатива это сказать неправильно, мы делаем свою работу, мы никому не вступаем против, мы никому не пытаемся что-либо доказать, мы делаем абсолютно от нас зависящую работу, мы создали краудинвестинговую систему, инвестпроводящую систему, мы создали инвестпроводящий фонд, и мы сегодня финансируем создание технологии, которая позволит реализовать десятки, сотни и тысячи адресных проектов, которые существенно изменят экономическую ситуацию, которые дадут резкий рост ВВП, и вот как раз то, о чем говорят и что декларируют, мы это, друзья, реально делаем. И как я сегодня в обед говорил, там просто тоже задали вопрос, как к власти, как относятся, и почему вы сегодня не ориентируетесь на официальный прогноз, который дает правительство. И у меня это вызвало улыбку, поэтому, друзья, я могу сказать, что о нашем проекте думает Аркаша Дворкович, это вице-премьер, отвечающий за транспортную стратегию, за развитие транспортной отрасли, я могу сказать, мне все равно, потому что то, что мы с вами делаем, демонстрации, которые мы готовим, технологии, которые мы запускаем, мы будем менять то представление, которое сегодня у них есть. То есть, они живут сегодня в каком-то своем мире, который абсолютно оторван от реальности, не хотят заглядывать в будущее, потому что они его боятся, потому что это не их будущее, а мы, очень спокойно, уверенно это будущее делаем, и, соответственно, мы строим Skyway, вот, что, соответственно, будет спасать и Россию, и весь мир. Мы создаем сеть транснет адресных проектов, и мы реально можем утверждать, что мы объединяем мир, потому что адресные проекты, которые будут создавать, они как раз и будут определять ту экономическую и социально-политическую систему, которая будет складываться через год, через два, через три, через пять. И в этом плане, почему еще мы абсолютно сейчас четко утверждаем, что к октябрю у нас будет полмиллиона человек, потому что интерес к этой программе, мы все видим и все ощущаем, постоянно увеличивается, подключаются все новые и новые люди, которые знают о проекте, кто месяц, кто два, кто год, а кто и десять лет, и соответственно по мере того, как ведется работа, по мере того, как становятся более и более реальные и ощутимые вещи, на которые можно опираться, соответственно каждый человек для себя принимает решение, поэтому мы довольно-таки резко меняем стратегию вот сейчас с первого июля, то есть мы меняем несколько акцентов в своей работе, и мы абсолютно уверены, что к октябрьскому форуму, нашему юбилейному форуму, именно это будет два года запуска проекта Skyway и год, как работает Skyway Invest Group, то есть именно основа Transnet Group инвестиционной составляющей, которая является именно фонд, мы как раз подходим с результатами, которые и будем видеть то, что происходит в поле на полигоне на демонстрационном и который готовится к сертификации, к демонстрации. Мы, соответственно, будем видеть уже ту аудиторию и тех партнеров, которые сегодня, пользуясь информацией, которую мы сегодня даем, двигать дальше этот проект, и, соответственно, еще очень такое интересное, что там подсоединяется все больше и больше уже людей, которые не, скажем так, дилетанты в области техники и в области по стране сетей, а подходят все более и более уже профессиональные люди, которые выступают уже именно как профессиональные инвесторы. И вот Алексей не зря показывал, мы действительно, для нас это очень серьезно было таким моментом, когда Род Хук, это руководитель транспортного департамента Южной Австралии, пять месяцев присматривался к проекту и потом принял решение войти сначала как небольшим инвестором, а потом уже привлекать крупных партнеров для того, чтобы строить сеть адресных проектов по Австралии. Сейчас Андрей ведет переговоры с рядом очень серьезных ну таких дипломатов и людей, которые работают по Африке, то есть тоже делается сеть адресных проектов. Антон Дуарович неоднократно и постоянно сейчас бывает в Саудовской Аравии и вообще в ряде других регионов, то есть есть вопросы и ответы по поводу деятельности проекта. Поэтому здесь, друзья, вся эта работа идет и она как раз сегодня, тем, что она многоплановая и во многих точках мира, нельзя сказать, что она зависит от одного места. И когда задают вопрос, а что будет, если не разрешат строить дорогу там в Санкт-Петербург в Владивосток? Ну ничего страшного, значит будет строиться дорога сначала Ханой-Хашимин, она будет строиться Лондон-Терск, она будет строиться в Белоруссии, в Казахстане, в Украине, ну а потом, наверное, и в России, когда эти деятели в конце концов поймут, что эту дорогу выгоднее строить, чем не строить. Вот, естественно, что сегодня с точки зрения тех, кто принимает решения, они нам, и мы им сегодня не союзники, потому что само по себе себестоимость, которая в 10 раз ниже, чем тот же САПСАМ, то есть Сименовская технология или та же китайская технология скоростной железной дороги, соответственно, когда мы предлагаем технологию в 10 раз дешевле, если мы даже выйдем на те же уровни откатов, которые они привыкли, мы не можем им платить такие деньги, потому что это будет больше стоимости всего проекта у нас, поэтому, естественно, мы даже в этом плане им сегодня неинтересны, но, друзья, серьезно это обсуждать смысла не имеет, потому что те чиновники, которые сегодня сидят и распределяют, а я уже говорил, что не их чиновники, от слова чин, служение называть нет, это все бизнесмены, которые сидят, и бизнесмены, это да, это подходящее, самое что-то, человек, который зарабатывает деньги, так вот, сегодня все эти должности, сегодня все эти министерства, все, кто принимает решения, они все бизнесмены, они все зарабатывают от бюджетных денег, которые сегодня они распределяют в ту или другую сторону, поэтому, посмотрите, везде идет колоссальный ремонт дорог по всей стране, почему? Потому что это единственный сегодня источник, на котором можно делать очень серьезные откаты, поэтому все губернаторы, мэры, там все это активно строят, я ничего плохого, конечно, в этом не вижу, но если бы еще кто-то занимался контролем первое за качество, потому что я много езжу сейчас по дорогам и вижу, как они кладут и делают имитацию строительства либо ремонта, и второй момент, оценивали бы себестоимость и затраты, которые есть, но это, друзья, другого плана вопросы, другого плана, скажем так, и взаимодействия, ответы, это не наш, скажем там, профиль, не наша работа, поэтому, друзья, что для нас очень важно и что мы с вами можем уже сейчас говорить, как результат, которого мы достигли за эти полтора года, и для меня, как-то вот вебинары, которые постоянно проводят встречи с людьми непосредственно уже в аудиториях, я могу сказать, что начало строительства, начало вот этих репортажей с КБ, оно очень резко облегчает работу, когда можно показывать, что сегодня делается, до этого, допустим, еще полгода назад, тем более год назад, мы вынуждены были декларировать цели и говорили, что вот мы к этому идем, мы показывали ту работу, которую проделана за предыдущий период, то есть Юницкий, который 36 лет работал над интеллектуальной собственностью, строительство полигона в озерах, которое было 15 лет назад, мы говорили, что мы к этому подходим и мы это сделаем. На сегодняшний момент это уже реализовано, этот процесс идет, и дальше, по мере того, как все более и более будут вырисовываться черты полигона и черты строительства, это все будет для нас с вами, как людей, которые строят краудинвестинговую систему, инвестпроводящую систему, это все будет более и более, скажем так, значимые аргументы для того, чтобы новым людям объяснять, что мы делаем, как мы делаем и, соответственно, делать доказательную базу того, что сегодня происходит. Поэтому у нас с вами сегодня есть, что показать, у нас с вами есть актив. Это та проделанная работа совместно за полтора года, это, соответственно, те отчеты и те результаты, которые сегодня есть. И следующий вопрос, это адресные проекты, которые мы сейчас запускаем, которые тоже действительно для нас, то есть, как Наша очень часто произносит слово, исторические моменты, это тоже действительно правильный момент, потому что, если сравнивать с Петербургским форумом, где основная стоимость капитализации этого форума это 25-летний контракт на продажу нефти в Китае, из 9,6 триллионов, которые они обозначили на форуме подписанных контрактов, 8,2 это только продажа нефти. Так вот, у нас на 96 миллиардов долларов мы подписали договора и протоколы, это абсолютно новые инновационные компании, которые дают новый продукт и которые дают новые качественные услуги и в транспорте, и в освоении месторождений, и в перевозке, соответственно, по новым территориям. Это абсолютно новое направление, и это как раз действительно тот рост, это действительно те инновации и те территории опережающего развития, о чем модно сейчас говорить в правительстве, но которые мало что для этого делают, и максимум, что выделяют деньги из фонда будущего поколения для того, чтобы в очередной раз очередные чиновники тире бизнесмены поделили эти деньги и потом каким-то образом за эти деньги каким-то образом отчитывались. То есть мы это видим сегодня постоянно, и это как раз и заключается в деятельности такого рода деятелей, ну, как такого рода чиновников. Мы как раз создаем принципиально новое, мы делаем технологию, которой еще нет, но мы ее создаем, мы начинаем осваивать месторождения, которые сегодня недоступны, но мы уже считаем бизнес-планы, мы начинаем считать экономику территорий, которая будет при построении этих сетей, и здесь как раз, друзья, ничего нового с точки зрения анализа и прогноза мы не делаем. Вспомните хотя бы картину, кто помнит из истории Советского Союза, это Герберт Уэллс разговаривает с Ульяновым Лениным, и после этого возникла фраза «Кремлевские мечтатели». Так вот, о чем было сказано, Ленин рассказывал Герберту Уэллсу, то есть на тот момент футурологу и фантасту, который писал, описал будущее, каким образом Советская Россия будет выходить на новые рубежи развития, и он понимал, что это без генерации новых энергетических мощностей невозможно. И поэтому был разработан и реализован в течение пяти лет план «Боэлро», который дал новые энергетические мощности, которые позволили провести потом индустриализацию, а потом создать промышленность, которая смогла противостоять всему западному миру и отстоять независимой страны. Без индустриализации, без научной базы сделать этого было невозможно. И за всю историю России, начиная с Петровских времен, потом Советской России, потом уже нашей новейшей России, всегда показывал, что мы могли реализовывать такие проекты, мы реализовывали такого рода задачи, и каждый раз выходили на новый уровень. И когда нас кто-то опять пытается загнать в угол или поставить условия, я могу сказать, что в частности мы с вами делаем достойный ответ, мы запускаем новую систему, но при этом всегда декларируем друзьям, мы ни с кем не хотим конфронтации, мы ни с кем не хотим сегодня противостояния. То, что мы делаем, вообще транснет наш девиз, это мы объединяем мир и объединять это наша работа. Поэтому, как в свое время объединились Соединенные Штаты Америки, получилось новое государство, которое получило стимул для развития, как объединилась Европа, объединенная Европа, как сегодня происходит объединение китайских различных там провинций, территорий, колоний и так далее, все это собирается. Так вот, точно и так же на Евразийском пространстве, на Евразийском союзе все это должно собираться, делаться, а основой, стержнем всего этого дела должен быть Скайвей, должны быть струнные технологии инженера Юницкого, это дороги второго уровня, и это построение новой сети, транснет-сети, которая как раз и даст основу новой системы, новой экономики, новой экономической эволюции мира. И здесь, друзья, безложные, можно сказать, сегодня преувеличений, мы с вами являемся участниками этого процесса, мы это делаем, мы то, что для многих будет очевидным завтра, мы сегодня уже это делаем, несмотря на противодействие, несмотря на очень большой скептицизм тех, кто сегодня находится рядом, то есть многие из вас сталкиваются и с родственниками, которые смотрят с друзьями, и с коллегами, которые, куда вы лезете, вы занимаетесь полной ерундой, так сказать, но, друзья, в этом и заключается как раз сегодня прозорливость или интуиция, или научные знания, которые у людей сегодня есть, для того, чтобы найти в себе решимость двигаться в таком направлении, то есть мы постоянно приводим пример, потому что это исторический факт, когда один из друзей Джобса продал свою долю за 2000 долларов в 10 процентов в Эйпл, потому что он не верил, что можно сделать и продать 20 компьютеров, это было там 36 лет назад, при этом эта доля сегодня стоит более 73 миллиардов долларов, то есть цена 2000 долларов и 73 миллиарда, 73 миллиарда, эти проценты сегодня даже считать невозможно, потому что это просто запредельный порядок цифр, то есть это показывает о том, что тот, кто пришел, но вы же понимаете, кто вкладывался, кто верил, кто понимал, тот и потом получил достойную премию, точно так же и сегодня. Если это очевидно для всех, то нельзя на этом получать такие премии, о которых мы сегодня говорим, но соответственно, если это не очевидно для всех, значит для кого-то это должно быть риск принятия решений, и поэтому сегодня мы это показываем, рассказываем и наша задача как раз научить, показать и убедить людей в том, что то, что мы делаем, это действительно научный прогноз, это технологическое развитие и то, что мы сегодня делаем с научной точки зрения имеет под собой полное обоснование и соответственно полную теорию. Ну вот, друзья, значит это то, что касается адресных проектов развития, я передаю слово Алексею Суходову, вот, он как всегда как молодой, талантливый директор, который подключился уже почти год назад и сегодня является одним из ключевых директоров Skyway Invest Group и одним из ключевых директоров Transnet Group вот, он всегда делает свой взгляд, вот, а я потом несколько обобщу и на то, что нас ожидает в ближайшее время. Алексей, тебе слово. Здравствуйте, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад вас приветствовать на вечернем вебинаре. Собственно, хотел бы остановиться на таком событии, вот, многие считают, что наша форма, именно форма развития, которую выбрал Анатолий Эдуардович Минский в 2014 году, то есть именно народное финансирование, народный инвест, краудфандинг, просто краудфандинг, это какая-то неаперсивная форма, долгая и, собственно, неактуальная. Но я могу привести вот такой пример, меня он действительно как бы и шокировал, и, как минимум, эта схема заслуживает уважения. То есть, вы все прекрасно знаете Греции, что сейчас необходимо Греции выплатить Евросоюзу 1,6 миллиарда и при помощи краудфандинга один из британцев организовал на площадке краудфандинговое направление сбора Греции, зайдите на статью, почитайте, и, собственно, за вчера было собрано более 150 тысяч евро. То есть, вот оно направление инвест-краудфандинга, никто бы из крупных ну, тут не скажешь инвесторов именно, крупных людей, которые готовы пожертвовать для той же Греции какими-либо суммами, не было таких крупных жертвенников, и, собственно, все это возможно именно с помощью народного инвест-краудфандинга. Этой схемой мы и развиваемся, этой схемой мы движемся, и, собственно, поэтому был выбран способ развития такой, и какой сейчас используется. Он принес свои большие плоды, то есть, в том числе на всех конференциях я говорю, что это тот способ развития корпорации, который в будущем будет использоваться многими, копироваться, то есть, если говорить про интернет-бизнес, я с 2011 года занимаюсь именно развитием, занимался различием проектов, и, собственно, до Skyway я планировал уходить из этой сферы, потому что очень грязная сфера, я могу сравнить это там, я не знаю, по карме вообще-то очень отрицательная сфера, а так хайпы, пирамиды и другие направления можно сравнить с торговлей оружием и другими подобными вещами, то есть, я всех сетевиков и всех активных лидеров агитирую, чтобы люди действительно задумывались и поняли, какое призвание вообще у сети именно развитие развитие глобального проекта с помощью сетевого метода построения корпорации, то есть, на мой взгляд, это будущее, так, как называется метод, метод называется народный краудинвестинг, то есть, краудфандинг это просто сбор инвестиций, краудинвестинг это сбор инвестиций, но в обмен на поступление каждой инвестиции человек получает, ему переуступают долю в интеллектуальной собственности, то есть, он будет обладать неким количеством акций в зависимости от доли своего участия, то есть, такая, собственно, у нас способ и используется. И немножко отвлекся, сейчас многие люди, которых я знаю, просыпаются, мощные лидеры, мощные сетевики, на мой взгляд, те люди, которые умеют строить сети, как раз таки в будущем будут занимать достаточно серьезные позиции, возможно, даже в мировом господстве, потому что, на мой взгляд, будут преобладать сетевые корпорации. То есть, даже вот наша корпорация, она выводится изначально через сеть, через сеть людей, то есть, нас с вами, грубо говоря. Это именно инвест-проводящая система. Есть еще сеть из адресных проектов, то есть, сеть из адресных проектов, соответственно, говорит о том, что мы можем уже развивать не просто сеть, а накладывать сеть из людей на сети из адресных проектов и получать достаточно серьезное развитие. Мы действительно можем удовлетворить нашему слогану новой экономической эволюции мира, что богатые становятся богаче, бедные становятся богаче, богатые, причем, становятся еще богаче. То есть, это заинтересованность основная, именно, вот меня часто спрашивают, как общаться с крупными потенциальными инвесторами, чем общение отличается от средних. На самом деле, вот сколько не общаюсь, общение сводится к тому, что просто немного на других категориях ведется общение, ведется общение на категориях адресных проектов. То есть, человеку не интересно инвестировать, именно крупному предпринимателю, просто инвестировать и получить прибыль. Но, хотя у нас есть в истории развития инвестиции, и это знакомые, очень хорошие Сергея Анатольевича Сибирякова, которые инвестировали больше 100 тысяч фунтов. То есть, представьте, вот такие инвестиции единовременно, не в складшину инвестировал один человек. И это, я думаю, самое начало, потому что компания, группа компаний Skyway декларирует, что осенью 2016 года будет произведена демонстрация, сертификация грузового и городского пассажирского транспортных средств, и, собственно, после этого начнется бурный рост, первичная капитализация, думаю, тех проектов, которые именно заточены были на грузовой и городской пассажирский транспорт, пойдут, возможно, первые авансовые платежи, авансовые платежи могут исчисляться от нескольких сотен миллионов долларов до миллиардов долларов. И, собственно, это и ответ на вопрос, как будет происходить капитализация вложения людей. Она будет происходить только от развития адресных проектов. Что такое, если меня спрашивают, адресный проект и почему мы должны развивать? Я всегда привожу такой простой пример, действительно простейший, но, как выяснилось, он понимание складывает у людей. Представьте яблоко, то есть яблоко спелое, замечательное, вкусное, но нет рынка, где бы это яблоко можно было продать. В данном случае яблоко это наша технология, транспортового уровня, прорывная инновационная технология, которая нужна всему абсолютно человечеству, многим городам, многим регионам, куда сегодня невозможно подойти никоим образом существующими транспортными средствами. И, собственно, мы с вами должны все вместе создать не только профинансировать технологию, но и создать рынок спроса. Этим, естественно, занимается полная мере и группа компании Skyway, и непосредственно Анатолий Эдуардович Юницкий. И стоит ему отдать должное, что даже вот Анатолий Эдуардович рассказывал, во время отпуска Анатолий Эдуардович думал о развитии именно адресных проектов, то есть были получены договоренности достаточно серьезные по Украине, были получены договоренности по продаже воды с Абхазии, и, собственно, я думаю, что очень-очень много адресных проектов сейчас поднимается, те, которые уже прорабатывались по аналогии как пообщение именно с шейхами, то есть в Абудабе, это не новая проработка, это именно поступательное движение, и также абсолютно, как многие инвесторы с течением времени, то уходят, то приходят в проект, костяк у нас есть, то есть костяк этот наращивается, но у людей свой момент входа, и я замечаю по своей структуре, даже по своим знакомым, близким знакомым, которым я дал информацию, люди начинают действительно снова задумываться и звонить, писать, действительно многие люди сами начинают догадываться, что технология Skyway является одним из спасений, одним из действительно транспортных, экономических, экологических ковчегов, как и для России, так и для всей планеты в целом, то есть на сегодняшний день, чтобы сшить континенты и убрать тот факт, что все вокруг объединяются, а Россия наоборот сейчас находится на пределе именно формирования раздробленности, то есть за всю историю развития России можно это проследить, я даже как-нибудь на вебинаре поставлю замечательный ролик, сейчас в голове возникла мысль, именно как Российская империя вообще изначально более тысячи лет назад, как формировалась территория, и к сожалению сейчас предпосылки, что если не будет именно сшивания с помощью прорывной технологии, если не будет жесткой технической модернизации, то к сожалению скорее всего Россия будет вынуждена распасться на междоусобные я не знаю государства это не государство будет называться, но такой мощной именно державы, которую мы с вами видим именно от россияне, ее скорее всего может и не быть, и как раз таки спасением является наша технология, потому что именно транспортное сшивание континентов, если в мировом масштабе говорить, и регионов областей именно восток, запад, север, юг, если говорить про Россию, Россия же находится на уникальном месте вообще, то есть можно такой транспортный логистический коридор сделать, что весь мир им будет пользоваться, и более того, так как наша транспортная инфраструктура она самоокупаема, то есть от минимум это полгода до максимума это 3-4 года, покажите мне транспортную инфраструктуру и транспортные средства, дороги первого, второго уровня, неважно, те же самые китайские высокоскоростные дороги, которые на сегодняшний не могут окупиться, многие именно транспортные средства, путевые структуры, они как раз таки невозможны к самоокупаемости, и это один из минусов современной автомобильной промышленности, железнодорожной промышленности, ну я не говорю уже собственно об авиапромышленности, Но если сравнивать авиапромышленность с новоявленным изобретением, которое очень сильно пиарит и продвигает в США, то есть технология Hyperloop, то я хочу сказать, что и не только я, но и Михаил Орлов говорил неоднократно в своих видео, и в том числе замечательное видео на 20 минут, и рекомендую всем посмотреть. Там простейшим языком говорится о том, что действительно наша технология самая перспективная в мире. Кроме того, постоянно мы ищем инсайды, так скажем, исследования независимые, причем именно независимые. И недавно нашли исследование Австралийского университета. Собственно, там, опять же говорится, институтом Уэльса независимые институты, независимое исследование. Никак вообще даже с ним никто не связывался. Наоборот, сейчас есть желание связаться, чтобы пригласить этого человека, который проводил исследования, и группу преподавателей, профессоров именно в научно-производственно-конструкторских предприятиях, чтобы увидели, что они исследовали. Оно действительно развивается, эта технология развивается. И более того, повторяю, в 2016 году планируется демонстрация и сертификация. И, собственно, что я могу сказать про посещение научно-производственного конструкторского предприятия именно в крайний раз, у меня есть с чем сравнивать. И я заметил просто бурный рост, квантовый скачок могу назвать. То есть то, что будет в будущем, я даже предположить не могу, потому что это полностью сломило мою парадигму мышления. Именно человек, который работал в производственной корпорации, где-то 5 лет назад в крупной производственной корпорации по производству датчиков давления, раскатомеров и так далее. Я относительно знаю все эти процессы, общался с инженерами. И, собственно, то, что я увидел в научном производственном конструкторском предприятии, ну дай бог, чтобы все технические корпорации, дай бог, чтобы Сименс, дай бог, чтобы Тежеви развивались таким образом. И более того, построение бизнеса происходит не просто выбиранию и расчету моделей, конструкции, деформации, натяжения, чтобы все было безопасно и так далее. И Анатолий Эдуардович Ницкий действительно как гениальный маркетолог, как Джобс именно в технологической транспортной сфере создает сферу услуг, готовую сферу услуг. И поверьте мне, на многие года вперед уже разработаны ноу-хау, которые будут постепенно внедряться, собственно, так же, как Стив Джобс изначально не стал продвигать то изобретение, которое ему перенесли из Чайна. То есть это был iPad после уже первых партий Mac. То есть он чувствовал, что действительно не время для такого изобретения и более того, можно постепенно, поэтапно взрастить и вырастить огромный потенциал потребителей, в первую очередь, потребителей этой услуги. И, собственно, у него это удалось. Я думаю, абсолютно реально это удастся группе компаний Skyway и всем фондам, которые сейчас пособствуют развитию как адресных проектов, так и формированию инвест-проводящей системы. И, собственно, мы действительно сможем сформировать услугу, которая будет стремиться и к бесплатной даже в тех случаях, когда, допустим, грузовой адресный проект будет самоокупать городской, пассажирский или высокоскоростной. Такое возможно. Пример этому могу привести Skype. Сегодня вы все пользуетесь Skype и он бесплатен. Платные только услуги. Платная услуга подписок, звонков именно в другие страны, по всей России, допустим, если кто-то звонит, я активно пользуюсь этими услугами и я готов за них платить, потому что они действительно сделаны качественно, надежно, безопасно для моих данных. И, собственно, точно так же и наша сфера. То есть это будущая сфера именно транспортных услуг. Мало создать транспортную инфраструктуру, нужно закончить именно, создать законченное решение в виде транспортной услуги, которые все абсолютно люди, я думаю, что на сегодняшний день, если раньше думал 90%, то уже 99% те будут потреблять эту транспортную услугу. Причем с удовольствием, привыкая от мала до велика, от именно маленького возраста, то есть в возрасте нескольких годов уже будут понимать, что такое Юнивус. До пожилых людей всем будет эта технология понятна и нова, как сейчас понятна и не новая уже сфера IT-технологии, что является пятым технологическим укладом. Действительно, если подытоживать, то могу сказать, что сейчас уже время действительно подошло, и если говорить про санкции, то тут тоже в чате проскользнуло, то сейчас обнародуется, если по своей сфере говорить, у меня сфера языковых переводов, то есть агентство по-прежнему функционирует. И сегодня именно директор по направлению Германии сказал мне, что обнародован черный список предприятий, которые не могут сотрудничать с Россией. И на сегодняшний день в этой цветочке, как говорит Сергей Анатольевич, дальше будет еще тяжелее, еще больше испытания нас ждут именно как страну, именно как великую державу. Но все эти испытания преодолимы, так как в нужное время, в нужный час действительно появилась та технология, которая сможет искупить все финансовые оплошности, все политические оплошности, и действительно увеличить ВВП страны, причем любой страны, за очень короткий период, менее чем 10 лет. Благодарю за внимание. Строй Skyway, спасай Россию. Строй Skyway, спасай весь мир. С вами Алексей Сходоев. Спасибо, Алексей. То есть, действительно, понимание, и мы сталкиваемся сейчас с тем, что люди подключаются уже довольно-таки высокого такого уровня и по положению в чиновниках, и в бизнесе, и в бизнесе, и в бизнесе. И в технике. Началась такая острая фаза конфронтации между Западным миром и Советским Союзом, были введены санкции, очень похожие с измеримость тем, что сейчас есть. Была обрушена цена на нефть, соответственно, как основной ресурс доходы Советского Союза. И мы все помним, что начиная с 1984 года экономика Советского Союза была надломлена, и, по сути дела, мы приступили уже с правительством или потом нашим первым президентом, то есть Горбачев. Фактически уже готовилась сдача страны, и фактически они занимались только тем, что готовили уже последствия перехода в новую систему. И когда Ельцин и те люди, которые были тогда в руководстве республиков, приняли решение создать, развалить и ликвидировать Советский Союз, то это произошло само собой разумеющимся фактом. И дальше я могу сказать, что я работал в Министерстве экономики, начиная с 1994 года, и я видел, как американские советники в госимуществе формировали наши холдинги, формировали наши нефтяные компании, начиная от ЮКОСа, окончая ЛКОИЛом. И как этот процесс весь так называемой активной приватизации, то есть создание частного владения, судя дела, просто перераспределение советской собственности, как он проходил под руководством наших, так сказать, американских коллег, если так можно сказать. И естественно, что когда было принято решение и руководство там, то, что сейчас делается, принимает решение для того, чтобы делать самостоятельные шаги, понятно, что не для этого развалили Советский Союз, чтобы опять увидеть независимую, сильную Россию, для того, чтобы она могла принимать и тем более еще диктовать какие-то свои условия, которые расходятся с интересами наших внешних, скажем, партнеров, коллег или как там можно назвать сейчас. Так вот, друзья, здесь я могу сказать, что то, что мы делаем сегодня, оно действительно выходит за рамки просто проекта, который называется венчурным, который называется инновацией, который называется, потому что сегодня 100 тысяч человек, которые объединены одним целью и задачей, которые решают конкретные технические задачи, которые, скажем так, до недавнего времени. Все думали, ведь вы сами, наверное, сталкиваетесь, что когда люди погружаются в проект или хотя бы узнают, что первый вопрос, который они задают, а как, что об этом думает государство, а такой проект нельзя реализовывать без участия государства. Так вот, друзья, мы как раз сейчас находимся в той стадии, когда государство, вот как мы его называем, вот Аркашу Дворковичу можно назвать государством или нет? Это человек, который учился на Западе, который пришел сюда и все, что он делает сейчас, это идет только разваливание того государства, в котором он работает. А этот чиновник, извините, вице-премьер в правительстве. Можно назвать этого человека государством или чиновником или государственником? Или наш премьер-министр, который в жизни тоже, по-моему, оторван настолько, что... И у нас взаимоотношения нашего проекта Skyway, струнных технологий с Медведевым, тоже очень знаменательны. Вы, наверное, все видели ролики на нашем сайте, когда губернатор Ульяновской области Сергей Морозов доложил Медведеву о струнных технологиях и сказал, что мы можем всех и навсегда обогнать в транспортные отрасли и создать новую систему перевозок. Медведев сказал, создавайте, делайте. И только задал один очень интересный вопрос. А денег найдете? На тот момент это был обескураживающий вопрос, потому что, собственно, к нему как к президенту страны обращались с поддержкой для того, чтобы было представление, что такого рода инновацию может поддержать президент и, соответственно, эта технология будет развиваться. Сейчас, это, конечно, иллюзия давно развеяна, и сейчас можно сказать, что надо обращаться к государству только в том плане, что государство это ее граждане. Вот чем больше количество людей будут участвовать в этом проекте, если вот миллион, пять, а вообще мы ставим до 15% населения, которые будут участвовать, а потом получать прибыль в распределении, вот это, друзья, и будет государственное участие. И то, что мы сейчас, тоже нам очень много задают вопросов, особенно и подробных бизнесменов, которые сегодня ориентируются и понимают, как устроен бизнес-процесс в России, когда мы заявили о том, что мы делаем адресный проект, там Тор Якутск, для того, чтобы осваивать месторождение редкоземельных металлов. Они на меня смотрят и говорят, друзья, лицензия у Чемизова, это у Ростехнологии, он уже создал совместное предприятие с одним там господином Мимцем, или Капсом, так сказать, и, соответственно, они собираются уже осваивать это месторождение, кто вам даст лицензии на разработку этого месторождения. Вот, поэтому здесь ответ очень простой, друзья, они уже полтора года как взяли эти лицензии, что-то я не вижу вообще там ни одного непостроенного километра дороги, ни разработки документации, потому что железная дорога туда не может пройти, о наших технологиях они знают, но не собираются их пока применять. И, соответственно, эта технология и это освоение сегодня утопичны. Поэтому мы создаем механизм для государственно-частного партнерства, для взаимодействия граждан и государства, то есть мы создали потребительское общество, и сегодня начинаем перевод уже наших участников фонда в это потребительское общество. Это еще один механизм, каким образом будут обеспечены ваши инвестиции, то есть отчасти это акциями, которые будут храниться в депозитарии управляющей компании, вот, которая обеспечивает Skyway Group. А мы делаем параллельный механизм, где участники нашего потребительского общества на свой пай будут еще и обеспечены землей, которую мы оформляем под линейные города, и участие в проектах, в адресных проектах, в венчурной части, где сейчас фонд инвестирует. Поэтому это определенный такой механизм, который делает дополнительную экономическую целесообразность, участие в проекте именно через Skyway Invest Group, именно через Transnet Group. Вот, это наше, скажем, видение проекта, мы ее объясняем, и каждый принимает для себя уже условия, каким образом, как входить в проект. Вот, поэтому сегодня потребительское общество, которое, я думаю, к концу, не то что думаю, уверен, к концу августа, что все участники инвестфонда нашего будут еще и пайщиками потребительского общества, значит, это как минимум 70 тысяч человек, которые будут в потребительском обществе. Поэтому, если потребительское общество будет выступать как элементом государственно-частного партнерства, то нельзя отмахнуться просто так. Отмахнуться можно так просто от Суходоева, от Сибирякова, от Хавратова, от Юницкого, сказать, что, ребята, вы придумали какую-то ерунду и рассматривать не будем. Но когда количество участников уже сотни тысяч человек и разработанная документация позволяет делать очень квалифицированную экспертизу, вот здесь уже можно обсуждать и говорить, что надо не отмахиваться, а делать, делать экспертизу, двигать и принимать решения. И здесь как раз возникает субъект для общения, общение с государством, с чиновником. И как раз за этим субъектом стоят сотни тысяч, а со временем и миллионы людей. И как раз когда мы этот механизм делаем и запускаем, то это, скажем так, наша выработка нашей позиции. И мы абсолютно уверены, что сегодня можно отмахнуться, через некоторое время просто так закрыть глаза и сказать, что вы занимаетесь ерундой, абсолютно невозможно. Потому что это сила, которой надо будет считаться. И как раз мы, друзья, тут поначалу наших вебинаров тоже задавали вопросы, а что может каждый из нас или что могу я там с небольшими накоплениями в тысячу-две тысячи рублей сделать в проект. Здесь как раз, друзья, ответ очень простой, что вместе объединяясь мы сила, что объединяясь мы создаем систему, которая может и объединять, и менять мир. И, соответственно, объединять сегодня, это наша работа. И мы эту работу делаем каждый день, то есть проводя вебинары, проводя конференции, проводя личные встречи и, соответственно, привлекая людей в проект, объясняя, что такое шестой технологический уклад, что такое новая экономическая эволюция мира, что такое завтра, что для этого завтра мы уже сегодня делаем и реализуем. Это как раз наш вклад в реализацию, в запуск и в конечном итоге, как венчурный механизм, который мы отстроили. И, соответственно, те премии, вот тут очень много задают вопросов, вот эти по коэффициенту в три с половиной, там еще, друзья, просто таких премий бесконечно быть не может. Потому что, когда полтора года назад начинали проект, помните, кто с самого начала с нами коэффициент был вообще один к полутора тысячам. То есть на один вложенный рубль было полторы тысячи акций. Вот, естественно, что это продолжаться долго не могло. Это был запуск проекта, когда надо было сделать основную работу. Когда было запущено конструкторское бюро, коэффициент уже был намного ниже, он уже приближался 1 к 500. Сейчас он снижается еще ниже. Это абсолютно правильно. И дальше 1 к 100, но, друзья, 1 к 100 коэффициент это все-таки тоже очень большой. То есть это, извините, если языком рулетки говорить, то это фактически джекпот. Понимаете? Поэтому это тоже очень большие премии и очень большие вещи. И это тоже будет до той стадии, пока не придет крупный капитал, пока проект не будет входить в стадию уже инвестиционной составляющей для тех, кто будет вкладывать именно крупные капиталы. На наше четкое представление, что это сентябрь-октябрь следующего года. Поэтому сегодня в той стадии, в которой мы работаем, естественно, что маркетинговые ходы, которые сегодня делает наш фонд, компания, они обязательно будут. То есть это и удвоение акций, и счастливые дни, которые мы проводим, это стимулирование активности, это маркетинговая, скажем, привлекательность. Она будет постоянно каким-то образом осуществляться для того, чтобы стимулировать, подстегивать людей именно в данный момент инвестировать. И естественно, что при определенных этапах это будет происходить. Но общая тенденция на то, что вхождение в проект со временем будет все более и более инвестиционной, защищенной и венчурной, соответственно, меньше премиальной, которые будут закладываться. И это тоже правильно. Еще какой-то период, допустим, 2-3 месяца премии будут довольно-таки высокие. Но где-то начиная с конца августа, начало сентября, дисконты будут довольно-таки резко снижаться. И опять же, друзья, чтобы вы понимали, те, кто вошел на ранней стадии, и вот этой акции увеличения в 3,5 раза, это как стимулирование и поощрение тех, кто вошел на первой стадии, чтобы вы понимали. Это была разовая акция, и она постоянно, тем более регулярно, быть не может. И если бы она проводилась постоянно, и с такими, то весь смысл и вся логика этого не то, что маркетингового хода, а этого поощрения, она бы была утеряна. И здесь вы должны понимать, и как раз тот, кто участвовал и получает от нее свое, то есть сегодня, когда вы в личном кабинете видите количество акций, которые сегодня за вами зарезервированы, и обладателями которых вы являетесь, естественно, что это сегодня венчурное вознаграждение за те, скажем так, риски, которые вы внесли. Естественно, что капитализация и уже переход это в финансовую стадию, когда можно получать плоды от этой работы, естественно, что это только когда акции будут в свободном обороте. И здесь мы как раз абсолютно четко представляем, и мы это готовим, что как только будет закрыт вход в корневую технологию, то есть это примерно осень следующего года, то начнется уже вторичный рынок, то есть когда люди будут хотеть войти и выкупать эти акции у тех, кто им обладает, то есть начнет некий такой вторичный рынок развиваться этих обязательств. И вот с этого момента те, кто сегодня обладает пакетами, их капитализация будет постоянно увеличиваться. Естественно, это будет не номинал сразу, то есть номинал будет только тогда, когда вход будет уже через биржевые механизмы, через систему уже прямой капитализации выкупа акций, то есть это по нашему представлению где-то еще 2-3-4 года. Но, опять же, возможность продать эти акции и капитализировать свои инвестиции, они начнутся примерно с сентября следующего года. При этом, если вы помните, то компания и Skyway Invest Group, именно как фонд, мы уже ввели ряд таких акций, что сейчас те пакеты, которые вы выкупаете на 7, на 8, на 9 этапе развития, то компания берет на себя обязательство выкупить эти пакеты той доходностью, которая будет на тот момент. То есть это наши инициативы, и мы это делаем за счет своего резервного фонда, для того, чтобы вы могли вернуть свои инвестиции, если по каким-то причинам вы хотите расстаться с этим пакетом. Но на сегодняшний момент таких желающих пока еще не являлось, их пока еще мало. Не то, чтобы мало, пока еще нет. И юридически мы сейчас все это подготовили и сделали. Поэтому, друзья, та работа, которая сделана, она действительно сейчас позволяет уже сказать, что мы встали на правильный путь, мы очень многого достигли и сделали, но это ничтожно мало по сравнению с теми задачами, которые стоят у нас впереди, которые нам надо дальше реализовать. Поэтому мы сейчас, именно как инвестиционная группа, резко меняем подход и количество участников привлечения в нашу группу. Сейчас будет практически удваиваться каждый месяц. Соответственно, мы тоже для этого разработали целую систему. И задача, которую мы сейчас видим, и ту, которую мы не обязательно реализуем, и она не может быть не реализована той командой, которая ее делает, это к форуму 500 тысяч человек, которые являются активными участниками проекта. Активные, это значит, те, которые вошли, зарегистрировались, получили материалы и приобрели хотя бы минимальный пакет для того, чтобы продвинуть инвестиции. Ну и дальше, естественно, друзья, на каждом из нас лежит ответственность. Это дальше нести эту информацию, это становиться ее проводником, потому что как только критическая масса, это 5% населения, будут приверженцами нашего проекта, соответственно, это будет тот качественный скачок, который выведет этот проект уже просто на другие совсем горизонты. К этому надо стремиться, мы к этому идем, и я думаю, что как раз вот к сентябрю следующего года, когда будет уже начата демонстрация и сертификация отдельных узлов, элементов, структур, мы как раз к этому подойдем. Поэтому, друзья, вы видите, какая работа проделана и как она делается, соответственно, никаких сомнений, особенно те, кто входит. А сегодня, Алексей, мы с тобой даже вопрос не задали, кто у нас сегодня из новичков. Ну, друзья, по статистике мы можем всегда сказать, что 5-7-10% новичков. Вот поэтому, друзья, кто вошел первый раз, интересуйтесь, входите на сайт и смотрите, задавайте вопросы, получите все ответы, которые сегодня есть. Вот. Ну, а большинство тех, кто входит на наши вебинары, на наши встречи, это люди, которые уже являются активными нашими сторонниками, задача которых и желание которых – это получать новую информацию, это углублять свои знания и, соответственно, получать новые навыки для того, и новую аргументацию для того, чтобы двигать проект дальше. Вот. То есть это и цель, и задача, которую мы перед собой ставим, и тех конференций, которые мы сейчас проводим. Вот у нас ближайшая конференция в эту субботу будет в Бишкеке, потом у нас будет серия уральских конференций, то есть в Уфе, потом в Екатеринбурге, потом в Челябинске. Вот. Соответственно, сейчас уже на сентябрь назначена большая конференция в Стамбуле, в Турции, где активно развивается сегодня проект. Это как раз говорит о том, что мы сегодня, те шаги, которые нам позволяют утверждать, что мы сделали, состоялись, они уже сделаны. Соответственно, дальше это нас ожидает сейчас качественный рост, качественный скачок, где мы должны выйти на темпы удвоения каждый месяц. Соответственно, мы сейчас разрабатываем ряд этих шагов, вы все в ближайшее время увидите, и, соответственно, это работает. Так. Акции можно переводить, впервые слышу. Так. Как дела обстоят с выделением земли для стройки города Евразии? Так. Да. По земле мы очень проводим сейчас активную работу, я веду консультации с очень большим рядом губернаторов, и здесь сегодня основной, скажем так, наш аргумент и основной наш козырь, которым мы работаем, это потребительское общество, в котором должно быть 100 тысяч человек. То есть мы определились таким образом. Как только у нас будет 100 тысяч пайщиков, тогда у нас будет, ну, скажем так, и моральное право, и сила для того, чтобы заключать договора с губернаторами на выделение земли на потребительское общество. Вот. Предварительные договоренности у нас такие есть, но мы сейчас работаем именно организационно-юридически, чтобы имели возможность зарегистрироваться в потребительском обществе. И, соответственно, как только это будет сделано, я думаю, что на это у нас уйдет июль и, наверное, часть августа. И вот с этого момента мы как раз будем подписывать соглашение уже на направление от имени потребительского общества этой землей и, соответственно, проектирование и строительство на ней линейного города. Естественно, что мы земли будем брать только там, через который, по нашим представлениям, будет проходить линейный город. В других местах нам эти земли не нужны, потому что во всех остальных случаях это просто утопия. Так, а китайцев действительно запускают на Урал на 49 лет. Нет, друзья, это понятно, откуда вопрос. Это обсуждается, что они хотят в аренду взять там ряд земель как оплату за строительство, но пока никак не юридически, не законодательно эта инициатива не закреплена. Так, можно будет переезжать на дальнюю... Нет, эти вопросы, Константин, мы много раз отвечали и делали, что сейчас землю, которую мы будем брать на потребительское общество, и, соответственно, это будет земля, которая будет закреплена за каждым паем. То есть вы, становясь членом потребительского общества, будете иметь паи. И за каждым этим паем будет закреплена земля. Это та земля, которая будет по соглашению передана в управление потребительскому обществу. Дальше в этом соглашении будет четко расписано, что при реализации проекта и когда будет реализован проект и строительство этого города, то те гектары земли, которые будут закреплены за каждым пайщиком, они будут переходить в собственность этому пайщику, когда будут выполнены все условия соглашения между потребительским обществом и региональными властями, которые будут выдавать. То есть я еще раз скажу условия, на которых мы берем эту землю, что это земля, которая по прогнозам и по экономике на ближайшие 100 лет не может осваиваться, потому что нет инфраструктуры, на которых нет месторождений и которая удалена от всей транспортной инфраструктуры. Соответственно сегодня это 90% территории Российской Федерации и евразийского пространства. Поэтому мы представляя о том, как будет конфигурация сети Транснет и сети линейных городов, мы естественно будем брать ту землю, которая будет являться составной частью. И вы, как обладая паями в потребительском обществе и землей, которая будет закреплена за этими паями, вы просто будете обладать возможностью капитализации этой земли и при реализации проекта эта земля будет переходить к вам в собственность. А дальше вы естественно будете ей распоряжаться как обычный собственник, то есть хотите продать их, хотите получаете с нее дивиденды, хотите сдавать в аренду. То есть это как раз наша задача, чтобы все, кто будут ходить в потребительское общество и владеть этой землей, чтобы они получили с нее доход. Так, когда, по вашему мнению, будет закончен вход в корневую технологию? Раза три, наверное, об этом мы сегодня на вебинаре уже сказал. Мы ожидаем, что это осень следующего года. То есть когда начнутся очень серьезные демонстрации и показы элементов технологии. Это не вся технология, а только элементы и будет очень активно инициирован процесс именно уже входа инвесторов в конкретные адресные проекты и будут заключены большое количество договоров на инвестирование уже в конкретные проекты. Вот это мы ожидаем и по нашему представлению это осень следующего года. Так, много разговоров об объединении различных наших структур. Как бы ни... Так, Евгений, ну естественно, что следить... Опять же, все, что мы делаем, мы делаем абсолютно открыто. Вся информация на сайтах и в личных кабинетах есть, поэтому ничего тут не проворонить, не инкогнито сделать... Посадить деревце... Да, то есть мы готовим сейчас регулярные поездки на полигон. Вот, естественно, что вот на первый раз, то есть вот на следующий, либо через неделю, когда будет закладываться первый камень, часть наших директоров поедет в Минск и будет участвовать в этом проекте. То есть мы как раз готовим делегацию для контроля финансовой деятельности именно со стороны фонда, чтобы компания и отчиталась, и показала, куда тратятся деньги, по какой логике, сколько потрачено, какие результаты есть. То есть у нас есть наша финансово-ревизионная комиссия из членов наших директоров. Вот они или там, я не знаю, на следующий или через неделю поедут в Минск. И как раз это совпадет, когда будет вбит первый колл, и я думаю, что как раз у наших директоров будет возможность поучаствовать в этом. Так, какие документы получаются... Ну, Руслан, давайте, я сейчас ликбез по юридической форме проводить не буду. Смотрите вебинар компании, который проводит Skyway. Вот, смотрите наши юридические... Все ответы на эти вопросы есть, поэтому я не буду на них... Да, то есть, ну, по налогам, да, друзья, давайте вот тут между собой вопросы, потому что все ответы, которые есть, я на них отвечал уже по 10 раз, и все они есть в сайтах. И самое главное, что люди, которые ориентируются, они все ответы... Видео с первого... Обязательно, друзья, уж это событие никуда не пройдет, и закладка первого камня, и первого колла мы с вами будем все видеть, аплодировать, и открывать за это шампанское, потому что это крайне такое событие, которое мы все ждем, и ради которого мы работали вот эти полтора года. То есть, ради того, чтобы был заложен первый камень, и была возможность двигаться дальше, и за первым камнем была первая свая, потом первая опора, потом путевая структура, потом проезд первого модуля, вот, а потом уже сдача в эксплуатацию. Так, ну все, друзья, на этом давайте на сегодня заканчивать. Благодарю, что вы сегодня были с нами. «Строй, скайвей, спасай планету» — это тот лозунг и наш девиз, под которым мы прожили вот эти полтора года. А сейчас «Транснет-групп» мы объединяем мир — это то, какие задачи мы ставим на ближайшее будущее, и то, что мы с вами будем свидетелями всего в ближайшее время. Все, друзья, всего доброго, пишите вопросы, вся моя почта и Алексея есть, поэтому давайте к следующему вебинару. У нас будет ряд очень интересных, соответственно, и соображений, и новостей для того, чтобы нам с вами вместе обсудить на наших технико-экономических вебинарах. Все, всего доброго, до свидания.